Милиция будет? Милиция будет? Значит, лишних людей сразу говорят, делать нечего. Толпу и не надо шоу делать. Мы все граждане Российской Федерации. Ради кого бы снимать, а? Да почему шоу? А это официальное мероприятие, публичное. Наши публичные слушания. Можно снимать? Хотите сделать слово? Так получается, не надо. Все будет решено на основании закона. Мы не хотим ничего из вас делать. Непонятное противодействие от меня зависит. Это зависит от порядка голосования самих граждан. Вот и все. Я могу все это объяснить на телекамере. Я ничего не боюсь, понимаете? Тем более, никогда ничего и нигде не переступал за это. Вот и все. Камера придает решение. Ты понял или нет? Это собственность, не трогайте. А кто решил съемку? Татьяна, пожалуйста. Прекрасно. Вы законов не знаете. Вы сейчас нарушаете. Это вы нарушаете. Мои права. Понятно? Тебе что не ясно что, молодой человек? Давайте без грубости. Нет, мы без грубости. А я буду грубости. Убери отсюда. Или сейчас участковый приедет. Убери отсюда. Убери отсюда. Я не хочу, чтобы меня снимали. Сейчас пока никого еще не снимали. Камера выключается. Мы имеем право снимать. Мы имеем право снимать. Мы имеем право снимать. Это ваше личное помещение здесь? Я на нас не смогу. А я вас не трогаю. Это помещение ваше. Вы здесь ставите свой закон. А это ваше? Нет. Она механика. Он механика при телом снимает здесь. Кто? Это не личное. Нет. Ну что разрешили? Государственное учреждение. Правда же? Дормально. Ученая. Может вот этот зал? Правда же? Идите узнаете. Государственное учреждение. Не надо. Можно? Раз. Здравствуйте. 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 Если здесь отмечел, то есть у нас результаты. Давайте мы этим делаем, что мы не будем, а потом составим это первичное спрошивание. Да, тем более вы меня заранее должны обращать. Я считаю, это просто уважение как человеку. Я так говорю. Под это? Это начало введения Катьяна Судина и Десять Минцы. У меня сейчас положение на церковь. Будет регистрируется? Все вы договорились. Значит, что-то в вашей команде в то время это регистрировался на территории регионов дома. Ради бога, можете принимать участие. Две минуты разрезы. Пожалуйста. Уважаемые граждане, смотрите как все будет. Значит, вы такие несопереденные, все короткие. Значит, просьба все-таки. Каким-то образом. У нас есть финансы, возможно, не средств. Организовать, может быть, уход. На повороте в воровое убрать. И на повороте в воровое убрать. И на повороте, что у меня получится. Я стыгаю в текст, и все-таки я уже закопаю. Толтыковский поворот мы убрали. Были немного гели. Значит, что вы сделаете? И опять-таки, вы можете, что вы мотор освоили. То есть, это вот превращается в старшее дело в мусорную язву. Вот. Или как-нибудь, например, сейчас определимся через старшу. Ну, какое количество денег вопрос. У нас здесь бригада. Степан. Работает. Он вопрос. Там машин 5 дней. Автоматически закручен. И я его прошу передавать. Молодцы, слева, слева, слева. По 14.00. Начинаем с публичной службы. Перед этим хочу вас всех предупредить на следующее. У меня извините. Мобильные телефоны выключить и поставить в отдельный режим. Все мобильные телефоны выключить, чтоб не мешало. Это просьба. Это просьба. Вторая просьба. Секретарь все дело записывает, если будут выступления или премии, так и представиться. Вот номер такой-то. Фамилия, имя, отчество. Прошло. А? Значит, хорошо друг другу относиться уважительно. Значит, основному докладчику предоставим. До 10 минут вам хватит, Татьяна Игоревна? Не знаю. У меня презентации, может быть, хватит. Может, еще. Значит, 10 минут. Премьер. 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 Все-таки будем разбираться в существе вопроса. А не вытаскивать человека, как можно сказать. Премьер пять минут. Да, давайте будем слушать друг друга. И основного докладчика в первую очередь. Я хочу вам телекамеру повернуть и сказать, вот запишите мне, пожалуйста. Вы сами себе мешаете работать и провоцируете. Я правильно говорю? Правильно. Значит, следующий момент. Кто за данный рекламный, прошу проголосовать? Прошу проголосовать. Какой рекламный? Десять минут. Десять минут. Десять минут. Десять минут. Основной докладчик здесь. Дважды повторять не буду. Серьезно. А то, это два и десять минут. Вы так вот видите, пожалуйста, чтобы не было нарушений. Значит, мы сейчас работаем под телекамерой, под съемкой. Пожалуйста, дарова вопрос. Нарушения. За или против? Я считаю, что надо запретить. Запретить. Почему вы так считаете? Потому что я считаю, что это ведется съемка для того, чтобы потом иметь возможность шантажировать людей определенным образом и иметь какие-то компрометирующие право. Значит, поступило предложение, имеем право проголосовать. То есть, комментарии давать не будут. Кто за поступившие предложения, прошу проголосовать. Отменились. Считайте. Считайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, двенадцать, четыре, пятьнадцать, шестьдесят человек, да? Кто против? Против. Раз, два. Скажите мне, пожалуйста, слово «вот держался» будем применять? Нет. За и против. Нарушаются демократические права в нашей Конституции. Значит, в связи с просьбой большинства граждан, которые являются тоже гражданами Российской Федерации, так как все предыдущие, прошу данную технику убрать. Продолжаем работать. Тихо. 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 Это наше поле для тех, кто его не видел, а которым идет речь, порядка 8 декабря. Такое поле находится в ограждении леса, то есть не краничивается на каких-то территориях. Коммуникации никаких на данный момент там нет. Значит, это схема, чтобы вы видели, где и как она находится. Уполь, ограниченный уполь, с остальных сторон есть. Значит, это вам некоторое представление о том, кто мы. Я доктор психологических наук и снимаюсь в психологии уже 15 лет. Работаете? Не-не-не, давайте перебивать уважаемую работу. Здравствуйте. Я на них отвечу. Вот здесь приезжаем диплом, если вы сомневаетесь. Мы люди разных профессий, в основном высшее образование у нас. Вот Наталья Упкин, она инженер-строитель. Сильвана, врач. Регина, вот ее диплом здесь фельдшер. Дмитрий Марциновский, у нас органом, который сейчас вас и меня снимает. Александр, брат. Это очень опасно средство поражения. Есть, что у нас по-последствия. Ну, да, вот, прежде всего, я с вами. Следующую часть нашей программы. Здравствуйте, Суфана Викторовна. По поводу вашего приезда я оделась в различную форму. Значит, мы всячески пытаемся исследовать новые вещи. В прошлый раз нас обвиняли в ритуальном сооружении. Сейчас я вам хочу рассказать, что это было. Это геодезический куполак Бакмистера Фуллера. Есть такой изобретатель американский. Мы начали строить такие сооружения. Вот это один его. Это сейчас общеизвестный вариант построения куполок. Вот другой. Значит, вот это наши геосоты. Одна из них была сделана под парней. Вот она, вот здесь показана. Чтобы вы понимали, что это не ритуальное сооружение. Это передовая современная архитектура. Вот они даже появились в газете одной из ташовских газет. Туристы, велосипедисты проезжали мимо и заметили какие-то странные вещи. И опубликовали газеты. Значит, пару слов еще о том, что мы уже сделали. В частности, мы спасли один из каменных мостов, который стоит на Екатерининской дороге, от разборки. То есть, мы ехали мимо, когда соседние ребята разбирали его на строительство дома. Мы постановили, и мост сохранился. Другой мост, который вот на границе с нашим участком есть ручей, он упал. И деревянный мост тоже упал. Мы построили деревянный мост по проекту директора Леонарда Дальевича. Сам тракторский проект можно там продемонстрировать. Это наши небольшие, но фермерские успехи. Вот в прошлом году это микро-часть нашего урожая Кобачков. Это наши декоративные крапчата. Это пепелочки разные. Вот они только родившиеся. У нас есть инкубатор, мы их выращиваем. Это наш первый трактор. Вот мы его купили где-то с месяца назад. Он стоит у нас на заполе. Некоторые местные жители уже даже обращаются с просьбой им спахать. Только что он у нас застрял на поле. Мы сейчас с тремя машинами с трудом вытащили, но успели вытащить. Мы занимаемся альтернативной энергетикой. Пробуем. Это самое начало. То есть мы еще не освоились. Но вот это наша первая солнечная батарея. Она работает. Это некоторое количество пророщенной пшеницы у нас в бане. Ее от светодиодов уже есть. То есть это вот наша попытка забраться с помойкой. Вот эту помойку, которую мы обсуждали. Вот мы делали субботник. Приглашали местных жителей. Некоторые даже поучаствовали. Причем мы благодарим вас. Вот мы возились с этой помойкой, конечно, в эту дизину. Пока ликвидировать не удалось. А другую, по-моему, почти ликвидировать. Это, что касается меня и моих занятий, есть направление на Западе. Называется экопсихология сейчас. В России она очень мало распространена. Вот я его в российской психологии продвигаю. Вот здесь вот маленькая справка об этом. Заведующего кафедра трансперсональной психологии Ирины Курис. И профессор очень известный психологический круг. Владимир Васильевич Козлов. Можете справиться в интернете. Вот он к нам побежал. Он участвует в наших психологических занятиях. Это пару слов о том, чтобы вы понимали, что это движение из города в деревню, оно не только российское. Это международное движение. Я выступаю в конференции в глобальных сетях поселений. Это несколько кадров из такого же экопоселения из Америки. Эсталия, которая гораздо более продвинутая. Существует с 60-х годов. Вот я ездила там учились. И это один из основателей этой психологии. Роберт Гринвэй. Который выращивает чеснок у себя. Он этим активно занимается. Я с ним познакомилась хорошо. И он снабжает чесноком весь ближайший город. Вот это одна из наших мечт. Чтобы выращивать с любовью какой-то продукт. И снабжать в близлежащие деревни. В частности, чтобы экологическая нагрузка таким образом снижалась. Это я хочу проиллюстрировать, что мы ничего такого сверху с ног шибательного не бросим. Наша земля была фермерской. Вот эта бумага у меня при себе. Она была и числилась как христианская. Вид разрешенного использования был христианско-фермерское хозяйство. Вот. Но фермер не хотел платить налоги, потому что владелец этой земли. Поэтому он перевел ее в ЛПХ. И теперь мы просто хотим вернуть землю. Вот. Это вся моя презентация касаемо общего. У нас есть ряд проектов, которые, я надеюсь, раскроют мои тоже друзья. Но есть еще один лично мой проект. Можешь найти? Пожалуйста. Это проект акселерационного великогорска. Ну, пока мы ищем, я расскажу вам и проиллюстрирую собой. Значит, есть в Петербурге такой Игорь Николаевич Михайлов. Вы можете посмотреть его книжечки. У нас много. Который долго исследовал велиководство и обнаружил новейшую технологию. Акселерационное велиководство. Если правильно относиться к роликов, строить термость, то они будут расти быстро, большими и очень-очень чистыми и здоровыми. Вот нужно для этого строить вот такие клетки. Мы ездили к нему, учились, смотрели. Вот это его кролики. Есть еще в Тверской области другой кроликовод. Его зовут Цветков. Он живет под Удомлием. Мы ездили к нему на днях. Мы уже разбираемся, какая технология лучше. И вот это наша первая клетка по Михайлову. Вот она уже стоит. Установлено на Адмирске. Что? Проект «Разбор». Вот наша первая проекта, которая в этой клетке уже живет. А других проектов, если вы интересно, у кого есть вопросы? Мы все родились на Земле и знаем, кто и как и чем должен заниматься. Лично я увидел только презентацию. Это конкретно направление какое? И конкретно, как я в вашей культуре? Или иные другие социальные культуры? Или какой вид там? Вид животного и так далее? Пожалуйста, вопросы. Да. У меня вопрос есть. Вы меня не видите. Вы меня не видите. Вы меня не видите. Делки из Борисна. Делки из Борисна. Делки из Борисна. Вы у вас по телевизору были. Вы приседатель. Делки из Борисна. Можно зарегистрировать? Там, значит, 6,7 гектара земли, да? Значит, они находятся, являются землями Сиркос. Что вам мешает их возделывать, сажать картошку, кукурузу и прочее. Не переводя эти земли из одной категории в другой. Это первый вопрос. Подойдите. Это первый вопрос. И второй вопрос. По поводу кролиководства. Я так думаю, что многие здесь люди знают, что для того, чтобы разводить тысячи кроликов, достаточно 15 соток. И совсем не надо. 6,7 с половиной гектара земли. Это нонс. Ну что, 6,7 гектара заставить эти микрочеки? Вот ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос. Сейчас я вам отвечу на этот вопрос. Ага. Вопрос. А вы это имеете в виду? Дмитрий Андреевич. Дмитрий Андреевич. Дмитрий Андреевич. Вы это тоже снимаете? Конечно. Дмитрий Андреевич. Ага. Давайте я представлю свой момент. К нам приехали. Мы видели только по телевизору очень большой и дорогой гость. Председатель фирмы. Санкт-Петербург, да? И лично подсобный хозяй. И лично подсобный хозяй. Дмитрий Андреевич. Дмитрий Андреевич. Дмитрий Андреевич. Мы рады вас видеть. Спасибо. Представьте. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. А, значит... Я просто забыла первый вопрос. А какой там был первый вопрос? 6,7 гектара. Вы знаете, это... Я обещаю, что это делаю. Это не концерт. Николу надо. Выступает официальный докладчик. Представьте, пожалуйста. Один раз вопрос задал. Очень рада. Значит, на ваши вопросы у нас есть еще ответы. Потому что это был первый проект. У нас есть еще ряд. Мы хотели их презентовать. Может быть, на них ясно. Нет? Нет. Готовы? Еще вопросы? Нет. Ну, сейчас можно? А комиссариус? Мы не ответили на вопрос. У нас сейчас. Будет ответ на вопросы. Будет ответ на вопросы. Только не предмет. Вопрос ответ на вопросы. Мы будем отвечать так, как мы хотим. Вышли? Нет. Ау! Люди есть? Есть. Ура! Тогда слушайте. Можно выступать по этому поводу. Нельзя выступать, потому что будем сейчас мы отвечать на вопросы ваши. Мы сюда пришли, чтобы ответить на вопросы. И сейчас мы отвечаем на вопросы. Рашид, я мешаю. Тихо, тихо, тихо. Рашид, я мешаю. Татьяна Виндольевна, все окружающие слушайте, пожалуйста, у меня внимания. Мы сейчас. Благодаря Макушевик слушать будем сейчас наше... Татьяна Виндольевна, милые мои граждане, дорогие мои, я скажу следующее. Открывайтесь от меня, пожалуйста. Когда задают вопрос, например, задают вопрос, 10 присылают. Кролиководство отвечает следующий вопрос. 10 седов длина, значит, 10 метров, сколько-то кролиководцев, столько-то до 8 месяцев. Я правильно говорю? Все. И не надо вот эти презентации делать. У нас у многих лучших составляющих образований. Миша, вы верите? Татьяна Виндольевна, а проект по самоукупаемости вашего проекта? Еще вопросы? Можно? Вопрос, пожалуйста, представьтесь. Так, у меня вопрос, Татьяна, скажи, пожалуйста, вот ты, как говоришь, кандидат в психологических наук, да? Возвание в долг, да? Зачем это вам надо? Мы тоже все здесь с высшим образованием, тоже все, это самое, там, ну, занимаемся своим. И, а потом, второй еще вопрос, значит, кроликов. Давай, по-первых, все-таки, ну, трудно не сказать. Пять кроликов уже задолбали деревья, все сажали все деревья. Все явные деревья, а если сажать больше, то чем будет? Вот два вопроса, зачем вам? Ответьте, пожалуйста. Опять, зачем вопрос? Почему вопрос? И потом, кандидаты, 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 такие психологические наук, не ведут себя, как идете вы? Вы знаете, когда простому крестьянину, честь, никакого образования, теплая на ветернюю поддержку, задают вопрос. Сколько соток помидор, говорит сорт, урожайность такая-то, высота такая-то, пошло и поехало. Что касается животных, две королы, что касается обвеса, сколько вы ушли ребят, два раза в год, все. Это любой попрошу отвечать, кто-то таким вопросом. Пожалуйста, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Если бы я, конечно, чувствовала, что это вопрос, я бы отменировалась с удовольствием. Я чувствовала, что это вопрос. Я бы сказал, что это вопрос. Почему вам надо? Свет, что ты говорила? Сейчас вопрос у вас. Сиролик. Да, прикрытие. Марсель, с вами заведете, больше ничего не выводит. Сейчас вопрос, и когда вопросы закончат, потом каждый раздавец имеет право жизнь успеть. Что разведет? Часто, что слышит? Можно, подождите, можно я немножечко расскажу? Я немного этих людей знаю, можно мне... Светлана Викторович, подождите, пожалуйста. Вы осень, уважаемые человек на вопрос будут ответить. Вы меня извините. Нет, я просто хотела ответить на вопрос. Не надо. Нет, нет, нет. У нас нет с удовольствием, которые... Ну, давайте. Светлана, еще раз прошу извинения, но очень вас упождают. Конечно. Вот у нас ответ на первый вопрос. Борис Иванович сейчас будет. Оригинальный ответ. Вы не имеете права. Имеем права. Садитесь на место. Отвечает Татьяна Исольевна Клинбурка. Я не могу. Я не могу отвечать. Я не могу отвечать, поскольку я член фермерского хозяйства. Я глава. Как вы можете? Как вы можете? Спокойно. Очень хорошо. Я здесь. Вы приняли на работу официально. У вас трудовой долг вырнетесь? Нет ничего. У меня еще фермерский хозяйство. Вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель. Как фермер, глава. Вы как индивидуальный предприниматель должны принять на работу. И тогда у вас должен быть контрочный договор составлен. 28? Нет. Если она индивидуальный предприниматель, глава КФХ, то у неё может быть до шести человек, у неё может быть члены. Нет, они на работу не принимаются, а между ними пишется соглашение. И то, что вся прибыль, которую они получают, она делится, в общем, на равные части. Соглашения, по-моему, нет. Нас сейчас слышали. Нет, вы слышите нас. Но мы вас слышим. Итак, я занимаюсь выращиванием хвойных культур. И последние три года посвятило некоторое время следами этого вопроса. К вопросу, зачем нам столько земли, я планирую заниматься развитием питомников. И то, что на картинке, это кедры, которые растут в Ярославской области, в Солнцовском монастыре, которые были посажены еще в XVI веке. И вот как бы после этого, увидев, как они хорошо там растут, и видите, я перебью. Не надо, я вот так на зеркалку, прекратите не все это, говорите по себе. Вы сейчас перебиваете. Это в стране. Вы перебили в жизни всех и пытаетесь. Что вы нам не предпочитаете? Вы не задали вам вопрос, зачем выступать. Вы не задали вам вопрос. Сажайте кедры, зачем вам верность? Сажайте кедры свои. Кто вам запрещает? Нам нужно еще раз. Я собираюсь даже не поливать, в том числе продавать. Нас вы бросили бы в реку, а я пошла с длиной метров. Я не споливаю. Мы все так делаем. Все нам нужно. Вы не хотите вопрос задать или просто не перебивите? Просто перебивите. Просто нам не я вас слушаю, честно. Вот мы все. Не можете пригласить и начать. Уважаемые граждане, если я на гражданах ничего не нарушу, получается что-то нехорошо. По одной простой причине нет уважения друг к другу. Обратите внимание. Да. У нас вы можете выступить в зене тимы и прекратить данное состояние. Итак. Это лекция, мы не студенты. Отвечайте на первую очередь. Это субтитры. Вы не знаете, что вы не слушаете. Вы отвечаете на все. Это наши слушатели. Столь, чем я собираюсь заниматься. Да нам надо. Зачем вы тогда пришли? Сначала вы тогда сюда пришли. Мы пришли решить вопрос. Что вы? Мы пришли решить вопрос, потому что все стали. С вашей участией. Так, пожалуйста. Апсим-класс, Максим. Спасибо. Уступает Апсим-класс, Максим. Скажите, пожалуйста, можно прекратить беседы на вольные темы? Навернуться к повестке дня? Да. Пунктом пройтись по всем пунктам. Потому что время ограничено. А потом, если кто хочет послушать лекции, здесь останется человек 10-15. И можете рассказывать про кедры. Мы по повестке дня пройдем сейчас. Реши вопрос. Максим, мы по повестке дня идем. Понимаете? Окей, можно огласить по повестке дня, Максим. Конечно, по повестке дня. Я просто не слышал. По повестке дня. Я не знаю, что я хочу сказать. Там грязно. Давайте немного больше. Максим, мы вам рассказываем от наших планов. Нет. Планы мне не интересуют, честно скажу. И пожалуйста, что вы здесь делаете, Максим? Простите, как я делаю. Я не вижу, как я делаю. Это моя лекция. Тема идет не по повестке дня. Это лекция для неграмотных сил. Давайте, Максим, предлагаю спросить конкретно по пунктам 5-7 вопросов, которые мы сейчас решаем. Скажем, 4 вопроса, 5-1. Это вопрос решим? Тогда решить я вопросу задам со всеми родами. Значит, вы как-то приезжали ко мне и представляли бизнес-плат. Значит, первый вопрос по составляющим культурам. Что вы планируете сеять? И стараюсь. Количество диктажа, и вы делаете. Сейчас есть бизнес-планы на... Нет, ну просто, вы должны быть готовы, потому что это двигается очень много лет. Вы, пожалуйста, меня перебиваете. Или вы хотите услышать ответ на вопрос? Тогда слушайте. Ну, быстрее, пожалуйста. Я отвечаю в своем темпе, в каком хочу. Итак, мы планируем, вот вам показываем, что сажать и выращивать кедры. На каком количестве гектаров? Около 2 гектаров. Около 2 гектаров. Для этого нам нужна вода, нам нужно отслеживать, нам нужно коммуникации, нам нужно хранение и так далее. Спасибо. Это еще не все, я не закончила ответ на свой вопрос. Задаете вопрос ваш, будьте добры выслушать. Итак, дальше мы планируем сажать, что? Ромашка аптечная. Ромашка аптечная. Мы читали этот план, сами мне рассказывали, что тоже занимались ромашкой. 2 гектаров. Такси, естественно, на культуру и продлили карты в растениях. Что вы еще планируете? Да, да, да. Хи, хи, хи. Хи, хи. Кто вы еще планируете? Мы много чего еще планируем. Сажать. Сколько уходил бы выслушать. Хорошо, тогда тут очень была хорошая презентация по кролика в вопрос такого характера. Да, в частности для кролика в траву. Вопрос такого характера я буду. Значит, какое количество кроликов вы планируете обместить? Ну да. Ну и какого возраста? Ну пока вот мы подумываем где-то 600 тысяч тролик. Сколько? 600 тысяч тролик. От 600 до 1000. От 600 до 1000, да. Следующий вопрос. Я вижу работу в тюрьме, не пойду, когда я не имею сходя из программирования, и попробую все дело спомнить. Хотят у вас они где-то где работают. Геосоты. Что творит там в расе? Цель. Непонятно цель, мотивировка. Что можно там делать? Я общее понимаю. Общее понимаю. Мотивировка. Как и овощи, плоды. Или как было в советское время. Мы все знаем. Пирамиды. Мы это все проходили. И практики проходили. Очень хорошие ходят. Я не понимаю, что такое геосота. Вот, например, как выращивать там томаты. Объясните. Это экспериментальная теплица. Мы ее построили в прошлом году. В этом году будем собрать. Какое количество вы там планируете? Она маленькая. То есть, по большому количеству не планируем. Если нам понравится, будет удобно. Уважаемости, а не удобно. Значит, уважаемые жители, площадь достройки, то есть площадь квадратных методов. Для чего это нужно? У нас, мы скоро хотим. В ближайшее время будет люди здоровые делать генеральный план застройки сельского поселения, инновационные программы. И пошло и поехало. В громких слов не буду говорить. Значит, утвердить правила в земле пользования и достройки. И пошло и поехало. У меня, Светлана Викторовича, нет такой программы с активом простой программы. У меня все. Пожалуйста, что еще потом будет? Вопрос. Вопрос. А вот то, что вы уже сказали, что вы делаете, все очень хорошо. Вы выращиваете, растите и продаваете, что хотите делать. Но вы хотите взять землю еще и, как я понял, под строительство. Это там земля переводится. А это и подрывает. То есть, что вы собираетесь строить? Давайте я немножко... По поводу выращивания я понял. Да. Спасибо. А что эти наши еще? По поводу выращивания и... Спасибо. Вопрос хороший. Значит, объясню, в чем суть проблемы по поводу тех, кто меня слышал. Эта земля не под строительство. Мы переводим землю под фермерство с ЛПХ. Под строительство нет такой категории, и она не переводится. Перевод земли под фермерство дает возможность строить сельхоз, ну скажем, для просто сушения ромашки или просто хранения трактора, построить там какой-то обвар. Мы сможем провести коммуникации туда. Потому что сейчас просто, чтобы поливать седры, у нас нет электричества. То есть, развивать сельское хозяйство такое, не имея возможности провести коммуникации, довольно сложно. Поэтому эта земля будет не под любое строительство, которое мы можем. Мы должны будем соблюдать все законные снибы, которые позволяют строить на фермерской земле. И ничего против этого мы делать не будем. Понятно? Вопрос был от Константина. Я хотел бы узнать о том, где он будет лежать. То есть, сарай или что-то такое? Да, сарай, что-то такое, да. Индивидуальные жилищные? Не индивидуальные. Эти возможности государства, юридически даже нет. Перевести землю под строительство. Я вас слушал в начале, когда перевод земли под юридуальный. Нет. Значит, еще вопросы. Еще вопросы. Вот подведение христианского фермерского хозяйства. Еще вопросы, уважаемые. Если нет вопросов, тогда описать. Татьяна Евгеньевна, ситуацию нам объяснит. Александр Владимирович Макеев. Заместитель, председатель комитета по имуществу. Я вас слушаю. И нам не то же ситуацию. Вот, кстати, у нас с договором, когда же ваш шестой год декабрь месяц, да? Но сейчас у нас одиннадцать. Для людей лично от собственного хозяйства. Там с Пашкой проводили, что-то было. Тут же Ромашку ее... Не было. Ромашку не было. Ромашку не было. И что? На том же личном подсобном Ромашку никто... Не перебивайте. Хорошо. На личном подсобном нам тоже Ромашку никто не запрещает. Да. Да. Мы проводили с Пашкой. Мы сажали много чего-то. Ромашку сажали. Ромашку сажали. Ромашку сажали. Ромашку сажали. Мы сажали. Мы сажали. Ромашку 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 сажали. Продолжение следует... 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 людей, которые занимаются сельским туризмом. И когда последний раз мы были на съезде в Памбове, и Владимир Владимирович Путин, он присутствовал, и он сказал, почему фермер не занимается сельским туризмом. Я не рекламу, я вам просто говорю то, что я думаю. Я не реклама. Какую реклама? Вот извините, вы как бы с интернетом как на ты, а вы? Нормально. Вот зайдите, пожалуйста, на сайте Татьяны Гинсбург, Шерам, Ашрам, Шамба. Зачем? 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 Ну, во всяком случае, по всякому случаю. Это прикрытие. Я честно вам говорю, я клянусь вам Богом, что вы бы сейчас сюда не вышли. Не заживали. Вы бы покраснели. Не даже не посмотрели. Подождите, дело в том, что я вам говорю, я начаю фермерское хозяйство. Вот. И я хочу сказать, что я хочу сказать, понимаете, у нас очень много было слушаний, на которых меня приглашали. Ребят, и вот эти, когда мне сказали, что Татьяна обратилась и говорит, что не очень люди принимают фермерское хозяйство, мне это было удивительно. А почему все занимаются на своей семье? Я вам сейчас объясню, что представляет моя территория. Во всех районах, да, наоборот, приветствуют это. И мне приветствуют. Да, это и... Никак они не зрели, и не зрели, никого перепелок держит, 5 штук или 10. И знаете, что... Значит, Водовское сельское поселение, это самое хорошее поселение в Таруровском районе, в свое время было один из крупнейших трактовых людей. В начале 90-х годов, вы знаете, кто тут не было фермеров? Вот 20 человек обрабатывались сотни гектаров земли, и не такие трактористы, а были целые, как колхоз. В настоящее время у нас на территории климат, Иван, под 250 метров, под Семена, пожалуйста, ничего не надо делать. У нас в Толстякове еще один фермер, мы это дело приветствуем. У меня было самое большое количество фермеров. И еще я похвалюсь за этой территорией. Из Таржовского района, Наталья Борисовна, 80 индивидуальных предпринимателей есть. То есть вы должны понять, я как чиновник не любят, ради бога. Значит, знаменитый Горрохов Александр Михайлов Николаевич, почему вы его не рекламируете? Какой он собирает урожай картофель, про нем вообще ничего не слышно. А он на ничем совет фермеров. Вот видите, вы только члены советов фермеров. А, целая хозяйка. У нас есть три сетя, Александр Николаевич. Три сетя, Александр Николаевич. Даже фильм про него сделали. Вот целые бога обраматывали, понимаете? Вот и супруг, уважаемый, был Костецкий, Альберт Вячеславович. Мы тут слышали. Я помню, лет 15 назад, американский комбайн пригнали, и вы мне, видимо, смеется, в Канинзане забыли, ну, кричит, кто посидел. У нас, мы это все знаем, и здесь приветствуют. И у нас знаменитых людей. Никто не просит. Очень много. Никто не просит. Вы меня извините, это краткая информация. Я уже презентую свое сельское поселение. Я поняла. И еще, самая большая развитая сеть торговли и доработчиков у нас нет. Начинаем от Бирусского района, кончая 600 человек работают со всех соседних поселений. Я, кстати, предлагала, чтобы у вас здесь делать придорожный рынок. Не вопрос, обращайтесь, мы делаем. Придорожный рынок. Придорожный рынок. Придорожный рынок, я еще хотел выйти лет 18-18. Ну вот сейчас, на зрели. Не вопрос, пожалуйста. Организуем придорожный штаб, не поздно, у вас потом организуем телефоны. Конечно, не вопрос, что у меня. Может, я рынок не сделаю, как раз в твоей территории? Слушайте, нет, вы знаете, дело в том, что, вот я говорю, сельский туризм, да, у нас вот не раз. И я любого человека, любого человека, я приветствую и как бы стараюсь им помочь. Здесь не было презентации сельского туризма. Здесь вообще не было. И мы, и Абрам-туризм, Наталья, поразместать Россию. У нас есть сельский туризм, у нас может быть... А сельский туризм, может быть? Дело в том, что там же построить, как таковым, чтобы была прописка, это не будет, это нельзя. Там ставятся домики без всяких прописки, без всяких этих... Сарай? А? Нет, ну почему сарай? Не сарай, а приличный... Это у меня, я... Знаете, Ким, Ким, знаете, в Калининском районе, вот это было сельский туризм, вообще шикарно. Ким, Дмитрий. Да, у них Ким, да. Вот моя сестра училась в Кемлянской академии, вот, а я с его братьями учился. Да, 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 очень хороший, очень хороший. Я, да, да. Так вот, он занимается только сельским туризмом. Вот, и я просто, я и хотела сказать, вот видишь, снях тоже с сельским туризмом. У нас Бодрофова, Казахстан, и Надежда, но он, конечно... Потом у нас Фостер прекрасный, Казахстан, и Федеринское хозяйство Львова. А вы знаете, как их обез... Слава Виктору, а таких обезь мои свои друзья, чисто романские, почти подходят под романские. Я почему это говорю? Я почему это говорю? Мы за развитие территории, мы за развитие инфраструктуры, мы за все. Но мне нужно планировать, чтобы ходить в всякие программы, в идею надо направлять. И редко на эту тему, вроде, мне не надо читать. Я человек конкретный. Давай? Да. Не давай, не до свидания. Вот, я приехала с вами для того, чтобы изучить, изучить, вот, как они работают, что у них есть, специальные поездки. Да, надо было бы, кстати, сначала не учиться, а потом будет, что вам собирать. Это все там, да, 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 да. У нас развитие структурно-фантечные композиции, которые мы заметили. Поэтому, в этом, конечно, он перспективный, мы его можем изучать, по крайней мере. Здравствуйте, все это. Разрешите, я напомню, я не могу сказать, что это круглое, это ситуация. Дело в том, что мы и рады, что у нас есть такое птицианско-фермерское хозяйство. Очень рад. Но за имиджи района, я, например, вопрос, что первый раз о вас слышу. Я звоню за имиджи района. Но какого ли, в период шестого года, в период шестого? Да, мы поддерживаем вас, ну давайте в соответствии. Дотовься, когда-то другую. Дело в том, что я, знаете, что хочу сказать. Это все есть в программе. Вы знаете, дело в том, что, я спрашивала, Татьяна говорила, Вообще, в принципе, здесь перевозки какого-то не надо. На этой земле работают спокойно без всяких проблем. Потому что, что ЛПХ, что крестьянские, технические хозяйства – это физические лица. И земля пишется на физическое лицо. И поэтому здесь проблем никаких нет. Можно кважину сделать на личном подсобном хозяйстве так же, можно провести свет, можно электричество. И даже до 16 кВт бесплатно вам нужно проведать. Здесь надо много, да, здесь много, надо просто про это изучить. Ну, естественно, да. В общем-то, никаких проблем нет. Так что, я думаю, что этот вопрос как следует просмотреть, изучить. Просто изучить, да. И я думаю, что здесь в общем-то, в принципе, что личный подсобный, что фермерство и хозяйство. Светлана, вы поймите нас одно. Лично вот мы за развитие. И мы за развитие. Я не сомневалась, потому что любой христианин, я тут вчера выступала, вот у нас был этот народный фронт, да, по единой России, да, я вчера выступала и сказала, что, ребята, ничего у нас не получится, если мы бы представляем...